Так и хочется сказать. Маркл и принц Гарри, вы доигрались. Сегодня рано утром американская телекомпания Fox News выдала новое эксклюзивное интервью отца Мэган. Томас Маркл заявил, что он подготовил пакет документов в американский суд. И хотя он и живет в Мексике, но он остается гражданином США и требует от своей дочери, чтобы она наконец-то показала ему внуков. Как сообщил Томас Маркл, он посоветовался с юристами и те объяснили, что он имеет абсолютно все права для того, чтобы видеться со своими законными внуками. Томас еще раз подтвердил, что Мэган и Гарри сознательно изолировали его от воспитания, встречи разговоров с малышкой Лилибет и двухлетней Марчи. Господин Маркл напомнил, что он приезжал несколько раз в Монте-Сито, но его не пустили на порог, тогда он передал письменное послание Опре Уинфри, так заботящийся о правде, с просьбой взять у него комментарий после скандального интервью с Сасекскими. Томас Маркл абсолютно законно треубит не нарушать его права старшего родственника, а по закону сознательная изоляция его родных внуков от деда. От человека, воспитывавшего Мэган и давшего ей путевку в жизнь, может рассматриваться судом, как злой умысел и нарушение прав не только деда, но и малышей, которых и так держат в замкнутом пространстве. Будет включен и пункт об умышленной изоляции малолетних детей от их родственников. Напомню, что и в английском королевстве малышку Лилибет никто из родни не видел, по слухам лишь бабушка-королева по видеочату, а с Арчи лишь один раз. Встречались его братья и сестра, кембриджские. Мэган и Гарри придется нанять лучших адвокатов для судебного разбирательства. Как сообщил Томас, он не хочет умереть, так и не обняв малышей, свою кровянушку. «Честно говоря, я расплакалась, видя, как плохо видящий одинокий старик просит законную дочь дать обнять ему малышек. Как же после этого чего-то там болтать о чьих-либо правах, об угнетении и несправедливости, Маркл? Ах да, ты же пишешь сценарий про свое детство. Интересно, как ты обойдешь там тему отца». Томас Маркл сообщил, что пакет документов готов, и скоро он их с адвокатами передаст в суд.